Как сказать вовремя стоп и не попасть в ловушку наркодилеров, говорили со студентами техникумов сотрудники прокуратуры МВД доктора. Правовой час посвятили профилактике наркопотребления. Помогите! Все мы знаем, чем обычно заканчивается наркозависимость. В лучшем случае это потери здоровья в худшем смерть. Это действительно, ребята, очень страшно. Это покалеченные жизни, у которых нет будущего. Это очень трагично. И я как доктор, который работаю с 1982 года, я хочу сказать, ни одного нормативного человека, который пробует наркотики, я в своей жизни не видела. То есть вот они как раз являлись группой риска. Поэтому ваша задача действительно сообщить, где торгуют смертью. Но в молодежной среде по-прежнему бытует мнение, что деньги не пахнут, даже если они зарабатываются смертоносной торговлей. Все больше молодых людей наркодилеры вовлекают в распространение опасных для жизни препаратов. Молодежь пытается на сегодняшний день заработать. Заработать очень быстро и очень крупные суммы денег. Молодежь пытается на сегодняшний день заработать. Но, к сожалению, говорят ее обычно тогда, когда уже слишком поздно. За примерами далеко ходить не надо. Главный нарколог республики может рассказать о поломанных человеческих судьбах. Самый ужасающий пример был буквально осенью, когда наша студентка второго курса, деревенская девочка. Ну, она училась хорошо. Дяденьки, мальчики красивые, сильные. Они предложили ей делать закладки. И в результате 7 лет. То есть это страшно. То есть врачом она уже никогда не сможет быть. Почему? Потому что там есть в медицинских целях наркотики. Допуск у нее не будет пожизненный. Такие встречи со студентами носят не только информационный характер. Это очередная попытка достучаться до молодежи, чтобы предостеречь их от необратимых последствий. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика.